А вот о том, что устроили звёзды на сцене 12 июня на главной площади страны, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Сегодня Владимиру Ильичу явно нет покоя, ведь в непосредственной близости от Мавзолея проходит празднование Дня России. Тысячи людей собираются на Красной площади, чтобы полюбоваться на щёки певицы Пелагеи, занявшие половину огромного экрана. Ну и послушать песни, конечно же. Конечно, безумно переполняет эмоции, тем более такой праздник, который объединяющий Россию. На сцене артисты поют и читают строки из российской поэзии, а за кулисами происходит кое-что поинтереснее. Модный Верник обнимается с друзьями, Билана за ручку ведут в гримёрку, Долина целуется с Розенбаумом, а Куценко поёт Лепса. Рюмка водки на столе. Скажите, пожалуйста, после сегодняшнего концерта будь... Рюмка водки на столе. Чтобы петь на Красной площади, нужно это дело заслужить. Я больше всего по клубам. Я заказной. Дорого? Ну так, торгуемся. А скидку кому делали? Скидку девушкам, как вы. Красавцу Сергею Безрукову долго не дают прохода поклонники. Пока актёр милейший делает со всеми селфи, журналисты обсуждают новость. По слухам, Безруков таки ушёл от жены Ирины к режиссёру Анне Матисон. Правда, в этот вечер его не сопровождает ни одна из вторых половинок. Кто вас сегодня поддерживает, будет смотреть ваше выступление? Я думаю, что родители, конечно же. Я просто им сказал, что я буду сегодня выступать на Красной площади. Что вы думаете о любви? Катастрофа. Она есть. Она есть, конечно. Конечно, есть. Но бывает и катастрофа. Бывает и катастрофа. Катастрофа – это поздравление с праздником от Ольги Бузовой. Светлый ум российского шоу-бизнеса выкладывает в Инстаграм фотку с надписью. Друзья, с Днём России! Люблю и горжусь своей страной! И с голландским флагом! Какая невероятно умная и патриотичная девушка! Главное, исправилась вовремя! Диана Юзбекова, Макс Власов. Про новости.